Михаил, статья Владимира Владимировича Путина оказалась своевременна не только потому, что выборы у нас, и необходимо бросить в народ какие-то яркие, красивые идеи, но есть и какая-то другая, более объективная мотивация. Я бы связал это не столько с выборами, сколько вообще с тем, что Путин, если он возвращается в Кремль, должен показать какую-то историческую амбицию. То есть не просто провести еще 6 или 12 лет на посту главы государства, а показать историческую амбицию. Зачем все это? Каков исторический горизонт? И амбиция состоит в том, чтобы сделать действительно сильный, влиятельный региональный блок, центр силы в этом полицентричном мире. В мире, где есть несколько интегрирующихся больших пространств. В мире, где не глобализация в чистом виде царит, а где формируется несколько больших пространств. В Латинской Америке, в Северной Америке, в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вот и в Северной Евразии тоже. Поэтому, да, я не думаю, что речь идет о каких-то электоральных вопросах. Совсем нет. Тем более, что, ну, будем откровенны, мне не кажется, что нашего избирателя очень сильно волнует сегодня проблема евразийской интеграции. То есть, есть гораздо больше проблем, которые, так сказать, он принимает близко к сердцу, чем это, да? Ну, как же, а вот эта идея о том, что в Советском Союзе все было хорошо, время от времени реанимируемое в общественном сознании, ведь это тоже, в принципе, могло бы вызвать к жизни эту статью? Дело в том, что в Советском Союзе, что вызывает ностальгия вот сегодня? Работающие институты. Институты правопорядка, ну, социализации, школа, система бесплатная медицина и так далее. То есть, порядок. Не объем страны, не ее громадность, да? Хотя, конечно, мы русские любим вот это вот большое пространство, есть это одна из национальных черт, но прежде всего порядок. И вот это, вот он является предметом ностальгии. Вот, а это про другое. Это про то, чтобы заработали правильно российские суды, российская полиция, вот, чтобы по-новому заработали наши школы, университеты, наука и так далее. Вы затронули, назвали, вернее, несколько стран, которые видите в нашем Евразийском Союзе. А кого еще мы собираемся приглашать и ждем в качестве членов этого Евразийского Союза? Мне кажется, что критически важно в перспективе 10-15 лет вовлечь в интеграционный проект Украину. Это большой рынок, это близкая нам страна, исторически, культурно, социально. Это общество, экономика, близкая нам по типу развития, близкая по структуре. То есть, в принципе, это интеграция, это правильный, так сказать, партнер по интеграции. Вот, задача сложная, она очень сложная политически, а ее решение потребует большого политического искусства. Ну, она решаемая. Будет очень печально, если мы, не сумев и видя, что у нас не получается привлечь Украину, будем утешаться спешкой со вступлением в таможенный союз Киргизии и Таджикистана. Потому что сегодня, ну, к сожалению, это, прежде всего, доноры, даже, знаете, не столько массовой миграции, сколько, по сути, экономических беженцев. То есть, сегодня это не экономическая интеграция. По большому счету, в каком смысле, это просто гуманитарная проблема, вот что делать с этим количеством экономических беженцев. Поэтому, к сожалению, в качестве партнеров по полноценной экономической интеграции я Киргизию и Таджикистан не вижу, а скорее, это может быть зона, сфера совместного инфраструктурного освоения.